Не только традиционные праздничные гуляния, но и солидные подарки ко дню города. Так отметил свой очередной день рождения Петровск. Радостное настроение горожан передалось и нашей съемочной группе. Слово Анне Егоровой. Совсем недавно здесь были обшарпанные стены и пустые коридоры, но благодаря инициативе губернатора в этом здании появился новый детский сад. Его реконструкция стала возможна благодаря поддержке социально ответственного бизнеса. После глобального ремонта преобразившийся детсад распахнул свои двери для 80 малышей. Замечательный подарок. Я так рада, так довольна этим. И все родители ходили и ходят и просятся в наш детский сад. И мы всех с удовольствием примем. Во время выступления малышей глава региона решил преподнести детям еще один подарок – пианино. Теперь детвора сможет петь под живой аккомпанемент. Также ко дню рождения Петровска благодаря областному правительству отремонтировали районный дом культуры и центральную котельную. Праздник продолжился на главной площади города. Говорят, кто в Петровске не бывал, тот в России. Не видал. Любит повторять местные жители. Это правда так. Я сегодня весь день убедился в этом. И это правда. Созданный в Петровске времена на перекрестке торговых путей, ваш город стал символом российской провинции. Большого вам будущего. Успехов и семейного счастья. С праздником, с днем города. Мне хочется пожелать нашему городу, нашему славному Петровску хороших трудовых свершений. Нам всем мира, благополучия, добра, здоровья и низко поклониться всем нашим ветеранам и друженикам тыла. Каратисты, дзюдоисты, певцы и танцоры со своей концертной программой перед жителями выступили воспитанники детской и юношеской спортивной школы Петровска. На праздники чествовали и ветеранов, которые трудились на благо города, а военные годы защищали свою родину. В память о тех, кто навсегда остался на поле боя, фронтовики возложили венки к вечному огню. Анна Егорова, Евгений Крылов, Павел Крикливец, Вести, Саратов.